Прямо сейчас знакомьтесь с героями этой схватки. Я выиграл, не покупал пункт, но ты закончишься. Данила, я не плохой человек, но я закончу тебя. Дамы и господа, представляем вашему вниманию трехраундовый бой в полусреднем весе. В синем Гурейже спортсмен из Бразилии приветствуйте Жайлтон Сантос. Жайлтон Сантос, Бразилия! И в рейдж выходит сейчас у нас представитель Бразилии под очередную романтическую мелодию. 25-летний Жайлтон Сантос, полусредний вес, чемпион Mission S-Fighting Championship, который к своим годам провел уже три десятка боев, был участником The Ultimate Fighter Brazil. И в общем-то большую часть своих боев он выигрывал. Одерживал он победы в таких промоушенах, как Shooto Brazil, GMC, ACB. Очень универсальный боец, одинаково уверенно себя чувствует как в стойке, так и в партере. Может выдерживать темп всех трех раундов, обладает отличной выносливостью. Ну что же, а против него будет человек, которого здесь, я думаю, знают все. И насколько мне известно, Жайлтон Сантос буквально две недели назад дрался в Аргентине по поясе, Mission S-Fighting Championship защищал и защитил его достаточно успешно. Да, именно так, и достаточно легко там выиграл. Плюс он сказал, что в принципе после этого боя, может быть, уйдет в легкий вес. Ну, кстати, да, по габаритам он не совсем полусредний вес, поэтому... Ну-ка, и Данил это тоже некрупный Вильтервейд, да? И еще один интересный момент. Остается он сейчас после турнира здесь. Он сказал, что три месяца он будет в России и в Европе будет давать семинары. Ничего себе! То есть парень уже того уровнейшим семинары давать был? Ну да, лишь бы только был он в состоянии их давать. Ну и, конечно же, я думаю, рассчитывает он на то, что с победой он поедет до своей акции и как тренера поднимет тоже. Ну, все-таки 23 победы в 29 боях – это, ну, хороший показатель. Причем, ну, организации-то очень крутые. Да, список организаций. Шуток Бразила – одна из старейших. GMC – лучший европейский промышленный. И прочитать ICP. То есть везде он погребал. Ну что, будем смотреть. Город воинской славы Колпина. Команду Fight Spirit. Встречайте! Данила Приказов! Ну что ж, этого парня очень любят в Санкт-Петербурге. Яростный ударник. Очень такой зрелищный, яркий, настоящий боец до мозга костей. Произер чемпионата СССР по смешанным боевиненаборствам. Произер Кубка России по смешанным боевиненаборствам. Еще в возрасте там, по-моему, 18 лет он ездил на тот кубок, дрался, уступил только, если в ней не изменяет память. Держимураду Хиромагомеду в финале. Сейчас Данила с хорошим стриком выступает. Три победы подряд у него. Последний бой был против опаснейшего Панчера. Тоже из Бразилии, кстати, Андерсона Де Кейерша, Дениса. И там Данила не затратил много времени, чтобы отправить бразильского новгоутера в нокаут же. Вот жалко, они показывают там сейчас, как он танцует по песне Лысоцкого и делает утреннюю гимнастику Желтон Сантос. Как будто знает, о чем идет речь. А может быть и знает. Вгрус феноменально он знает русский язык. Кто ж его знает, так. Очень может быть. Данила настроен, серьезен. Несколько раз он подбирался уже к элите М1 и практически был близок к тому, чтобы выйти на титульный бой. Но несколько раз несколько неудач его отбросили назад. И сейчас он на хорошем ходу и намерен устранить это препятствие на своем пути. Он весит 77.1 килограмм. Он стоит 182 сантиметра. И у него есть 23 победы и 6 победы. Из Бразилии, пожалуйста, Желтон Сантос. И теперь он в рейтинге. И теперь он в рейтинге. И теперь он в рейтинге. Он в рейтинге. Он 23 лет. Он весит 76.8 килограмм. Он стоит 175 см. Он в рейтинге. И он в рейтинге. Он в рейтинге. Он в рейтинге. Двое лоберство – один джо. Репредвенность фитинге – колпино. Данииле Бриказа. И ваша колпийница. И ваша колпийница – Виктор Корниев. но даже скажем так анонсированный легковес в будущем наверное желтон сантос выглядели покрупнее очень не очень некрупного полусредневеса данил и приказ мы просто знаем как бразильские легковесы умеют вес гонять и поскольку до того же руби нилкона который сотки гоняет по сравнению с ним тоже был там наверное не такой крупный ну да ну что ж бой начался данила не любит всегда откладывать дело в долгий ящик посмотрим что вообще же рилтон из себя представляет на чем сам начал до зиждется его 23 победы в двадцать девяти боях и его многочисленные чемпионские пояса хайкик бьет такой двой сдвоенный хайкик да не достигший впрочем цели так как же рилтон это задумал а вот да вот не станет искушать судьбу это ожидалось и сантос полез в клич конечно же в борцовский немножко покидал хайкики да но понимаешь зацеп изнутри сделать но поняла прекрасно только данила приказа взорвется будет очень плохо он решил этот взрыв упредить да и здесь у нас вот мы видим идет уже борьба за захват пытается данила захват джоилтона разорвать но снова снова оказывается здесь достаточно странно сейчас был момент а сейчас жилтон делал зацеп снаружи при этом сам говорит держался за канатами верить виктор корнеева то ли хотел более стабильную позицию там найти для зацепа то ли но как бы да обезопасить этот момент для себя это чтобы не улететь удар коленом от данилы сантос будет стараться сейчас возить мучить тащить силы из него принципе тактика на бой бразильского бойца начала вырисовываться пока что данила не выглядит смущенным нет однозначно не выглядит и вряд ли какие-то сильно досаждают именно удары от джоилтона сейчас даниле но при этом такая возня естественно силы забирает причем зачастую забирает именно у того кто уступает габаритах а здесь у нас данила именно во первых поэтому как то она сейчас пойдет будем смотреть тем временем прошло три с лишним минуты и вот хороший зацеп да едва едва не данила его прочувствовал сконтрил уверенна данила держится на ногах пытается всячески его защиту сейчас жилтон разбить но данила твердо встал там вот удается удается прочтить почти удается даниле вырваться но нет нет за это ну опять а вот развороты хорошие удары пошли и сейчас это за игре жилтон так достаточно отчаянно отмахнулся показалось что данила попал но не стал развивать приказа атаку а жилтон тем временем мы видим что же нет сам на себя сейчас он причем в маунт заваливает данилу он в маунт себе и пытается сейчас в этой позиции выкарабкаться а данила тем временем все плотнее оказывается маунте но нет нет крутится сейчас бьет сейчас очень очень нелегко жилтону сам в эту позицию залез сам жизнь не пытается встать а данила почувствовал кровь атакует мы видим активно головой движение до движения головы уже идут на с тем чтобы вскользь удары проходили но даже сейчас начнут проходить по прямой то будет конечно бразилиц бедный удалось жилтону встать и получить некоторую передышку экшен файтер сэкшен разрывает такие как пытался же жилтон начать свою атаку в общем конечно так очень очень опрометчиво так руки опущены держит да да уже вот поплатился он сейчас практически за это и и вот снова он руки опускает в общем то вот эти заигрывания с ударной мощью данилы приказы еще один не знаю насколько они обоснованы показывает показывает данила что так просто не завалишь его без подготовки надо что-то бразильскому спортсмену придумывать надо проход в корпус проход в ноги готовить пока что он это не делал и очень хорошо вы видели вот второй уже раз из клинча с отличным хайкиком же выходит ну да эти вот низко опущенные руки конечно прямо делают из жилтона очень очень хорошую цель для данилы странно что пока еще данила этим не воспользовался ну как то да то есть может быть вот это как раз борьба в кличе сработала жил туда что не так резок данил может быть может быть видели мы там пытался он отбивать бедра соперника жилтон ну что он закончен раунд очень непростой напряженный и однозначных ответов пока нам на вопросы не дающий жилтон не выглядит уставшим итак жилтон сантос бразилия данила приказа россия бой в полусреднем весе турнира ван челлендж 92 сейчас начнется второй раунд и виктор корнеев дает сигнал свою ударную мощь оба показали и грэплинге себя попробовали в борьбе да теперь вот в сделанными так сказать выводами на более холодную голову в перерыве посмотрим что сейчас был соперник другу про хорошо так по печени прошу хороший хороший лоу кик на котором лоу киком отвечает жилтон и вот данила начинает подключать хайкики потому что грех ими не пользоваться когда у соперника правая рука столь низко находится да и левая тоже но мы видим и с этими опущенными руками жилтон вот словно хорошо 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 вошел да и вот сумеете сумеял таки и нет не ошибся опять же ее там до всей тени просто и не только ошибся но и сейчас отдает спину сейчас данила работает да очень серьезная ошибка ситуации когда все шло казалось по плану бразильца и сейчас данила работает изо всех сил работает а джоилтон джоилтон видим мы да активно защищается но пока это активная защита сводится к тому что он не дает прямые удары по себе наносить и пытается сейчас встать отдал спину жилтон сантос вот отсюда возможно попытается сейчас джоилтон скрутиться в гард потому что умеет это делать несколько раз своих предыдущих боях он это делал завязал соперника чуть-чуть замедлил ход атаки данилы что было ему жизненно необходимо бразильскому бойцу ну да такие конечно два раза он одну и ту же ошибку совершает да может быть да может быть не ошибку может данила именно этот момент как хорошо чувствовать прочувствовал да и и ловил соперника два раза и вот пытается пытается данил сейчас шею забрать но в то же самое время жизнь вторую руку контролирует одно рукой будет его наверное нелегко задушить но делать это тем не менее данила пытается он пытается растянуть его и да там там нелегко там все это же дает он тоже чувствует не дает не дает предплечье под подбородок завести советую данили до левой рукой попробовать удушающий вместо правой но перехватывает он захват и и вот снова пытается он очередной раз выйти на удушающий сзади вот почти почти удается куда-то скорее ущемление идет чем удушающий прием сейчас вот это скорее такой фейскран для ущемление ну да нежели удушение шло только они лежат еще у сетки скрутиться желтона как раз таки кто в ту сторону куда сетка нет уже возможности да то есть тут данила понимаешь надо ему контролирует соперника слева от себя страны не давая скрутиться за фиксирует фиксирует на треугольник на тело ну что ж минута 20 есть у данилы сантоса такой момент да то есть то есть работает он из этой позиции да но непонятно может быть не стоило бы ему работать но стоило бы вязать соперника пытаясь спровоцировать подъем стойку тут даже не скажешь какая тактика более здесь выигрышно но мы видим активно живет он бьет себе через плечо что-то там сигнализирует о чем-то выпало или там капа или что-то выпало но не останавливает бой виктор корнеев 30 секунд остается в этом раунде вот желтон пытается пытается подняться там пытается понятно он как пытается боевой что ли сделать или просто открывает не просто суть по всему открывал видимо треугольник но здесь 10 секунд видимо решил он попробовать рискнуть да ну да как бы тут уже сил у данилы было не так много чтобы такой да раунд неоднозначный энергозатратный очень раунд это мы можем сказать со всей уверенностью причем думаю что и на эти удушающие данила тоже энергии потратил немало третий раунд все покажет сейчас вот мы видим да тот самый момент когда оказалось да что по плану жил консантоса но вместо этого пошла не по плану соперник оказался у него маунте итак третий решающий раунд нас ожидает дорогие друзья да и так далее не понял что это было на это да но теперь Всего лишь дань уважения. А теперь бой. Последние пять минут этого боя мы наблюдаем. Хай-кик. Ага снова с хай-кика Жейлдон начинает. Странно, что эти вещи проходят. Неужели Данила настолько вымотался вот в этой борьбе двухраундовой? Но вот его хай-кик в защиту. И вот мы видим еще одна хорошая атакующая. Атака с продолжением такая. Увидели мы сегодня в принципе по первым раундам, что Джейлдон в принципе в стойке неплох. Неплох, неплох, да. И тем непонятнее то, что именно эти свои действия в стойке. Вот сопровождал он, да, переводами. Но в этот раз перевод, наконец-таки. Ох, едва, едва. Снова едва этот свип не прошел у Данилы. Вот вам Хабиб Стайл от Жейлдона Сантоса. Да, но в этот раз видим, что Жейлдон удержал своего соперника. Едва, едва не свипанул сейчас Данила. Ну был, да, момент. И сейчас Данила вот старается там вырваться, выбраться. И вот сейчас как раз в той ситуации, в которую попадался дважды Жейлдон Сантос, попался Данила. Теперь он уже оказывается, теперь же бразильский спортсмен у нас в атакующей позиции. Работает чуть сзади и сбоку. И если тебе, вах, удар по затылку, предупреждение от Виктора Корнеева. Ну такая позиция, да, в которой очень сложно удары вымерять так, чтобы они по затылку не пришлись. Поскольку соперник постоянно находится в движении. О чем-то говорит со своим секундантом Жейлдон. Но в это время мы слышим, как Казбек Магомедов старается Даниле дать ценные указания. Вот мы видим, пытается, пытается перевернуть и в сайдмаунт садится. Опа, обратный треугольник, что ли? Не уж, обратный треугольник сейчас Данила будет пытаться закрыть. Данила пытается, да. Даниле пытается, да. А вот что интересно. Север-юг, снова сайд-контрол. Хороший переход позиции, да, демонстрирует Желтон Сантос. Да, правда пока еще не видим мы ради чего, да, он это делал. Да, ну что-то будет делать. Но вы знаете, Станислав, по вот этому броску дикому я понял, что 70 килограмм это будет машина. 70 килограмм это будет машина. И мы видим, силы у него есть, да, несмотря на настолько сложный второй раунд. Перелеты с Бразилии. Перелеты с Бразилии, да. Да, потому что он дрался две недели в Аргентине. Ну там он говорит, что сил особо много не затратил. Ну так, защитил пояс и приехал сюда. Да, здесь он работает на всю катушку. Но мы видим, что катушка у него такая, очень мощная. Мощная катушка. А вот Данила, видимо, много сил потратил, да, за счет своего сидения за спиной. Да, когда атаковать-то он атаковал. Опа, прихватил! Вот, не-не-не, видит, видит. Ну скользко, скользко. Сейчас, да, в третьем раунде, во второй половине третьего раунда такие вещи провести, конечно, очень тяжело. Вот снова на север-юг Жейлтон идет. Данила, конечно, очень подвижный такой, как... Да, не дает он сопернику на себе улечься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, да, вот тут, конечно, да, это прямо... Это, да, удар прям самый ой-ой-ой сейчас был. И вот зачем, спрашивается? Ну да, то есть это не какой-то там... Почувствовали все на трибунах, да. Ну это да, это не внутренний какой-нибудь лоу-кик, да, который случайно соскользнул. Тут, в общем-то... Присадил так присадил, да. Сейчас встанешь, попрыгаешь, да? Встань, походи. Ну что же, а вот теперь у нас такая же история, как с Саба Балаги, да? То есть, в принципе, у Данилы есть... Ну да, некое право, да, сказать, что ой, я не могу. Нет, ну даже не то, что не могу, но хотя бы отдохнуть. И он будет прав с точки зрения бойцовской тактики, которая бывает разной. Но если тебе соперник сам дает этот шанс, отдыхай, восстанавливайся. Дыши, не закисляйся. Дыши, не закисляйся. Так, а что у нас там? Минута с небольшим осталась? Там? Да, по времени как-то. По времени как-то. Время не будет. Ну тогда Вестов набрал прилично Живолтон Сантос в начале этого раунда. И, в принципе, не совершил сейчас вот это вот... Не знаю, время, да, заканчивается. Поговорили, да. Даже Виктор Корнеев говорит, ну что, давай. Да, и походу сейчас Даниле придется спрутануть капитально. Ну да, чтобы в этом раунде победу взять, потому что первый раунд был достаточно равный. Второй однозначно за Данилой. Да, вторая минута, дорогие друзья. Ну да, смотрим. Тут... Тут ни для одного, ни для другого. О, какой удар! Вот этот... Эх, я отвечаю на Данилу. Ну что ж, пошел, пошел. И вот мы видим, рубка и дело вновь. То, что мы ждали. Что творится? Вспоминаем его бой с Махаром Аздоевым. Размачивается такой Жаилтон. Руки уже просто не поднимает сейчас бразильский атлет. Не побоялся, вообще тоже показал, что все в порядке у него. Внутренние стержни. Да, по-мужски здесь рубиться умеют оба. Еще раз вспоминаю, вот этот шикарный бой с Махаром Аздоевым. Там два раунда такого рубилого было. Ну и что? Вот у нас такой вот бразилец сегодня, дорогие друзья. Да, бразилец, от которого ожидали, что будет он от ударника спасаться в партере. Но не тут-то было. Бьет он ничуть не хуже, чем Данила. Да, пообострял так на все деньги просто. И сейчас вот мы видим. Данила, Данила держит захват. Держит захват, выигрывает время. Мягкого его осталось полминуты. А Жоилтон, думаю, сейчас и рад бы оторваться, да? Опа, на галитину попытался взять. Пытается, что что? 30 секунд, смотри. О, попадает Данила, показывает Жоилтон жестами. Иди сюда. И зацеп изнутри. Зацеп изнутри. Безумная схватка. Да, вот это концовка. Да, Жоилтон Санто, дорогие друзья. Встает Данила на галитину и идет в Жоилтон. И 5 секунд рубится уже с Данила. 2, 1. И заканчивается этот безумный бой. Да, вот это то, что мы ждем всегда от Данила. Теперь мы будем ждать от Жоилтона Сантоса, дорогие друзья. Бой с ума, абсолютная, конечно. Порубились, так уж порубились. Олей. Порубились, так уж порубились, так уж порубились. И у нас судейский вердикт на очереди. Данила Бриказа. Данила Бриказа объявлены единогласным решением судей. Победителем в этом бою. Ну что ж, была крутая схватка. Да, это мы можем сказать с уверенностью. Насчет того, кто победил, думаю, тоже будут дебаты. Ну что ж, ударно закончили мы эту серию боев. Да, у нас впереди Майнкар, дорогие друзья. Затем прощаемся с вами. На полчаса. А? Да? Майнкар, дорогие друзья.